Сегодня отмечают День вегана. Эти люди строго соблюдают диету. Не едят мясо, рыбу, а еще все продукты животного происхождения. Молоко, яйца, иногда даже мед. Они также не носят натуральный мех или кожу. У всех свои причины вегетарианства. Тот и не хочет причинять страдания животным. Другие считают, что такое питание снижает риск серьезных заболеваний. А для кого-то это дань религии. Например, буддизму или индуизму. Помимо строгих веганов, есть и другие, более лояльные к разным продуктам. Например, лакта ово-вегетарианцы. Лакта происходит от латинского слова молоко, а ово – яйцо. Поэтому эти ребята не отказываются ни от первого, ни от второго. Отказавшись от яиц, лакта-вегетарианцы с удовольствием едят все молочные продукты. А вот ово-вегетарианцы, наоборот, вычеркнули молоко, но оставили в своем рационе яйца. Есть даже те, кто едят запрещенку только по праздникам. Но настоящие трушные веганы их не принимают. Людей, предпочитающих рыбу и морепродукты, называют песко-вегетарианцы. Есть и настолько строгие к себе люди, что становятся сыроедами. Для них максимальная температура нагрева продуктов – 46 градусов. Но при таких условиях блюдо можно сделать лишь еле теплым. Те, кто не ест мясо не из-за милосердного отношения к животным, а скорее по состоянию здоровья, часто сидят на макробиотической диете. Они, кроме прочего, не едят сахар и масла. И последний тип вегетарианцев – это фрукторианцы. Эти ребята считают, что их диета спасает планету. Поэтому питаются ягодами, овощами, орехами и семечками. Они едят только ту пищу, ради которой растения не нужно уничтожать. Например, картофель или салат они есть не станут.